Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курухчадав. Что-то я после моря до сих пор шапку здесь снимаю. Плюс 13, температура воздуха довольно таки тепло. У меня просто очень сильно продуло над берегом. Мы приехали в СДЭК. Это ЖК Черное море. С той стороны 1, 2, 3 находится. И сейчас будем забирать посылочку. Причем, вон таки объемная повеска. Так, это отправление из Сочи. Насколько я знаю, эта посылочка у нас при участии от семьи Зверевых. Тех людей, которые задонатили большущую сумму для наших солдат на покупку автомобилей. И здесь вот они сказали, что еще пришлют очень нужные, важные вещи для наших дорогих солдат. Которые мы передадим. Всем привет! Вы уже здесь. Мы сегодня, друзья, с вами распакуем посылочку. Которая пришла из Сочи при участии семьи Зверевых. А также от Тибелькова Маргарита Александровна. Посылочка собрана для наших дорогих солдат. И я вам предлагаю посмотреть вместе со мной, что там находится внутри. Берем ножик и распаковываем. Такой небольшой новый формат. От того, как мы будем смотреть посылки, которые вы присылаете. Чтобы они оставались у нас на память. Как говорится, в наших сердцах и в видео о том, что вы потратили свои финансы. Чтобы порадовать наших солдат. Заодно можно будет разбирать в комментариях, что солдатам подходит, что не подходит. Я все это выложу на стол и потом вам поближе все это покажу. Чаёчек я немножко неудачно налил. Много. Ну ладно, пускай заваривается. Чай тысяча и одна ночь от моей дорогой подписчицы. Которая мне подарила термос. Которым я пользуюсь при каждой поездке на СВО. У него объем такой большущий. Это прям круто. И вместе с ним был чаёчек тысяча и одна ночь. Он великолепный. Поехали смотреть. Баранки. Рыбки. Пряники. По сладкам уйдет. Еще пряники. Еще пряники. Еще рыбки. Еще бублики. Так. Здесь у нас Гринфилд. Эрл Грей. Чаёчек. Это хорошая тема. Пряники. Еще вот такого формата. Это коровка из кореновки. Такие очень хорошие. Понимаю, здесь у нас печенье. Юбилейное. Обычное. Еще печенье затяжное. Отменное. Вот это вообще пушечка. Сгущёнка. Вот сто процентов. Особенно в ЖБ баночках. Идеально для солдат. Юбилейное. Сушки. У сгущёнки, кстати, три баночки. И еще одни сушки. Пакет пустой. Здесь поехали рыбки и пряники с начинкой. Еще одни. Вот сюда пошли. Это что касается съестных припасов. Отодвинем туда подальше. Я могу сказать от себя. Вот я всегда общаюсь с ребятами. Ну, знаете, на самом деле везде разная обстановка. Кто-то говорит, что им вот все надо. Кто-то говорит, что что-то надо, что-то не надо. И вот восприятие всех разное. Кто-то берет все подряд, а кто-то говорит, что дайте это другим, потому что у нас в принципе есть. По съестному, в принципе, вот лучше что-нибудь в ЖБ банках, чтобы это не успевали съесть мыши. И с хорошим сроком годности. Чтобы ребята это не спешили, так сказать, употреблять. Потому что вот мы привозим еду, да, им надо вот особенно что-то готовое быстренько съесть. Поэтому пытаемся там раздать гораздо большему количеству, чтобы всем по чуть-чуть и всем хватило. Но не всегда есть такая возможность. Поэтому, друзья, вот как мне говорил Олег Акс, говорит, эти сладости мы едим на перегонки с мышами. Кто быстрее, или мыши, или мы. В полях, особенно кто стоит, у них прям засилие этих самых мышей. И действительно приходится ребятам очень сильно соревноваться с ними. Так, у нас остался еще один пакет. Ну, здесь прям отличная тема. Единственное, вот по лекарствам, возможно, выгоднее, допустим, сделать заказ, и чтобы я пришел, забрал, допустим, их в аптеку. Так будет проще и больше уверенность, да, что они хорошие с аптеки. Вон, смотрите, ножпа. Это азитромицин. Я так еще по лекарствам начну разбираться. Они, кстати, видите, озон, да, то есть все продаются на озоне. И сделал заказ на меня, будет, ну, как бы, все гораздо проще. Еще азитромицин. Вы, кстати, пишите, какое лекарство, от чего. Это будет очень важно знать и от вас узнать. Мне написали, что вот именно лекарства разобрать и по пакетикам, ну, раздать большему количеству людей, чтобы как можно большим досталось на тех, кто спрашивает лекарства. Ну, допустим, прошлую поездку. Ребята, по медицине все есть, да, все есть, все есть, все есть, все есть, все есть. То есть в одном месте у ребят спросил, говорят, надо. И вот я мамины лекарства им передал, которые они купили. Ну, у меня была цель передать кому-то, кому действительно надо это лекарство. И в итоге очень тяжело было найти. Китарол Экспресс. Это бейсбол всегда все надо. Из азитромицин. Еще вот такого формата. Лидокаин Буфус. 20 миллиграмм. Я в лекарствах, честно, дуб дубом. Вот вы будете писать в комментариях. Вот это 100%. Уголь активированный. И я буду запоминать эти лекарства. Уголь активированный. Я думаю, что знают все, в том числе и я. Так, таблеточки. Парацетамол. Пошел. Тоже очень важное нужно лекарство. Цитрамон. Туда же. Элопидиум. Ну, что-то живот нарисован. Наверное, что-то тоже от живота. Пледокаин. Еще один. Каптоприл. Я даже не знаю, что это. Термопсол. Таблетки от кашля. Будем надеяться, что в скором времени уже закончится у нас сезон болезни. Вот этих вот всех урви. И ребята будут отлично себя чувствовать. Карвалол. Это для тех, чтобы успокоительное для сердца. Циклоферон. Кетарол экспресс. Уголь активированный. Цитрамон. Парацетамол. Ацетилсалициловая кислота. Кофеин. Бензонат. Натрия. Сколько всего интересного, слушайте, и нового для меня. Валидол с глюкозой. Ацетилсалициловая кислота. Где-то она у меня уже была. Ликопластырь. Еще. Бактерицидный ликопластырь. Капотен. Это где-то прям чудо какое-то дивное. Диво чудное. Активированный уголь. Это туда же. Ношпа. Анальгин. Еще такой анальгин. Карвалол. Еще. Капотен. Такие тоже не слышно. Гемостатическая губка. Про эту нам рассказывал душный, помните. Карвалол. Еще один. Бутылочки. В одну тимачку практически. Это аммиак. О, один аммиак потик. Надо будет выяснить какой из них. Бриллиантовый зеленый. Йод. Бриллиантовый зеленый. Такой. И бриллиантовый зеленый. Такой. Я думаю, что здесь все виды пузырьков я достал. Но их тут довольно таки много. Вот собственно вся посылочка. Обязательно в посылке кладите, друзья, разнообразные надписи, записки. То есть, чтобы можно было кому-то из солдатов передать ваше письмецо. Потому что такой объем. Я думаю, по лекарствам, вы сами видите, здесь просто огромное количество. Сейчас все это поближе покажу. Ну и плюс по питанию. То есть, это очень круто и огромное вам спасибо. Собираем машинку полную гуманитарки и отправляемся туда. Ну, либо делаем нашего УАЗа Хантера и едем. Спасибо вам всем за помощь. Вы можете увидеть, что мы сегодня с вами здесь смотрели. И я в свою очередь обещаю доставить все до наших солдат. А семью Зверевых и Маргариту Александровну Тибелькову из Сочи от души благодарю. Спасибо за помощь для наших солдат. Им это очень важно и нужно. И на фоне того, как я узнал, сколько там мне сегодня высказали, то что вот тебя там ненавидят в Анапе. От тебя столько людей отписались за то, что ты помогаешь солдатам и имеешь такую точку зрения. Спасибо. Это показательно, что крысы бегут с корабля. Вместе мы сила. За нами правда, друзья. Всем пока. Не забывайте подписаться на канал, потому что в дальнейшем вас ждет распаковка вот такой вот огромной посылки на 23 килограмма.